Сегодняшняя тема в тех 7% территории, которые сейчас на данный момент по разным причинам украинским правительством не контролируются. И у нас с вами сегодня три прекрасных эксперта, которые, ну просто, как это, описанием них опыта можно с удовольствием покрыть все страницы их биографии. И тем не менее, я представлю их по очереди, чтобы вы ориентировались, исходя из какого опыта, мы будем обсуждать эту тему. Олег Мартынинко, командир станции Новый Град в составе миротворческой миссии цивильной полиции ООН в Боснингер-Цеговине 1999-2001 года, официант контрольного отдела обеспечения главного штаба миссии в Пришлине в составе миротворческой миссии ООН в Косово 2002-2003 год. И сейчас, собственно, руководитель аналитического направления украинско-герсельской спилки с правой дым. Не буду переводить, будем считать это властное название. Итак, поаплодируем, поприветствуем. Добрый день. Второй наш эксперт Юрий Белоусов, сотрудник отдела менеджмента стратегических проектов полиции ООН, миротворческая миссия ООН в Либерии, 2010-2011 год, глава правления экспертного центра по правам человека, по-русски это так переводится, да? И можно тоже не переводить. Экспертного центра с правой дыма. Участник пресс-конференции... Прошу прощения. Дальше мы решили убрать. Итак, спасибо, Юрий, что приучался к нам. И Владимир Жменько, специалист консультативной миссии, участник миротворческой операции 96-98 года. Он, в частности, в роли руководителя регионального отдела расследования нарушения прав человека в Боснии и Герцеговине в 97-98 году. Кроме того, в 2003-2011 году был участником полицейской миссии Европейской Союза, Боснии и Герцеговине, как советник по правовым вопросам и эксперт по вопросам криминального судочинства, судопроизводства. Да, поаплодируем. Ниночка тоже. Берем кофе, садимся. Доброе утро. И сейчас я хотела бы передать микрофон Владимиру. Он начнет, собственно, нашу диалоговую панель. За вами находится Ксения, тоже представитель Центра гражданских свобод, которая управляет микрофоном для вашей части диалога. И как только вы захотите ответить на вопросы, которые Владимир будет задавать, поднимите, пожалуйста, руку, и Ксюша подойдет и предоставит вам техническую возможность это сделать. Владимир, микрофон ваш. Доброе утро всем. Добрый день. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за такую возможность пообщаться. Вы знаете, можно говорить очень много и долго, но прежде чем я поговорю, я бы хотел узнать ваше видение, мои коллеги тоже. Как вы представляете себе миротворческую миссию? Что для вас это значит? Ну, у нас, поскольку я не в теме, и взагалі не в теме, миротворческих процессов, я вам бы скажу думку переважної большинства суспільства неэкспертної. Завжди це уявляється як ведення військового контингенту або полицейского контингенту, ну и все, как в фильмах про Афганістан, например, никто насправді до конца не уявляет, как это уявляет, как это выглядит, а швидше посылается на какие-то свои уявленные, типа промовленные ЗМИ и так далее. Хотя, с другого боку, насколько я понимаю, миротворческая миссия это набагато больший процесс, и он охоплюет много стадий, власне, и с гуманитарной частью связанных, но вот, по-другому, что хотелось я и почувствовать, что он охопляет, как и в нашем проявлении по ведению військового служба. Спасибо. Это хорошо, что неэксперт высказался первым. Это представление Школа Препублики. Очень важное и интересное. Так, пожалуйста. Да, добрый день. Мы понимаем, что миротворческая миссия, она не будет воевать на стороне какой-либо страны. Она не будет разыскивать так называемые незаконные вооружённые группировки и как-то их устранять. Это мы понимаем. Но почему, в общем-то, я пришла сюда, и что интересует? Одно из самых важных вопросов вообще доступа общественных организаций, так и гуманитарных, это безопасность. Вот как связана миротворческая миссия ООН с вопросами безопасности для гражданского населения? Я также знаю, что, например, в Босинь, на Балканах была так называемая полицейская миссия Евросоюза. Если можно, то, что интересно, в чём разница и какие нюансы. Главный вопрос – это обеспечение правопорядка. Ни милиция, так сказать, действующих образований, ни полицейская, национальная полиция Украины, она не способна это обеспечить. Может ли это сделать миссия? Вот это у меня вопрос. Я могу тогда задать вопрос, который меня задавали часто, когда мы вдоль серой зоны перемещаемся, поскольку минские соглашения, да, развод войск, но население, которое проживает вдоль линии разграничения, оно очень боится, что эта линия начнёт куда-нибудь двигаться, потому что так они уже живут, и они привыкли. А если начнётся смещение в какую-либо сторону, то развод либо… Ну, то есть, если наши уйдут, тогда что? Придут другие. И тогда всё, что пролетало мимо, будет прилетать к нам в лесу. Поэтому они рассматривают, ну, вот как-то надеются на то, что миротворческая миссия станет где-то посредине и не будет давать возможности проводить боевые действия. То есть, будет такой третья сторона, которая просто заменит две другие собой. Спасибо. Ещё кто? Спасибо. Добрый день. Я представляю женскую организацию «Спинка жилов Украины». Ну, в двум словах скажу, почему я сегодня здесь. У нас была очень широкая программа по всей Украине «Миротворчества в Украине. Род женщин». В рамках этой программы у меня была возможность общаться с женщинами разных регионов, в том числе Луганская, Донецкая области. Также я родом из Молдовы, и Приднестровский конфликт происходил на моих глазах, и мне очень хорошо понятно, что произошло там и как там работала миротворческая миссия. Потому что каждый раз, когда я пересекала границу Украины и Молдовы через Приднестровье, я это вижу. Очень хотелось бы, чтобы наша миротворческая миссия не повторяла то, что в Приднестровье. Первое, наверное, надо очень правильные цели поставить. И очень важно, кто будет участвовать в этой миссии. На территории Приднестровья это солдаты российской армии, скажем так, которые там стоят и которые, понятно, чьи выполняют указания. Для меня, как для гражданки Украины и женщины, которая беспокоится о том, что в Украине настал мир, важно, чтобы миротворческая миссия закрыла границы между Украиной и Россией. Это самое главное. Когда к нам из России перестанут двигаться техника, военные и так далее, и так далее, я думаю, что тогда на своей территории нам проще будет решать все остальные вопросы, которые появятся. Мне очень важно сегодня услышать мнение людей, скажем так, экспертами в этом направлении, потому что за время общения с женщинами действительно много всего было сказано. В разных семинарах нам, так как нас финансировало правительство Великобритании, нам ставили задачу. А вы спросите, как наши люди видят разрешение этого конфликта? Чем он должен? Как он должен? Нас всегда радовало, что наши люди говорили, только возврат к своим границам, то есть никаких там значений территорий и так далее, и так далее. Поэтому мне сегодня очень интересно послушать мнение людей, которые могут действительно рассказать, как это по Украине может произойти. Спасибо большое. Но сразу один маленький комментарий. Когда вы сказали, что миротворческая миссия в Днестрове была, это нас осторожно, потому что мы о этой миссии не слышали. Международной миссии там не было. То есть международных сил в том понимании, в каком это понимается во всем мире, решение Редакторского Совета Безопасности ООН и введения международных сил, там такого не было. Потому что введение России и свежего контингента, вернее, оставление контингента там, это не было миротворческим. Поэтому просьба, ну, в дальнейшем, в учитывайте вот этот момент, то оно сразу как-то дисциплинирует. Спасибо. Еще раз. Да, здравствуйте. Мы работаем в организации «Фрус-Канзи», мы занимаемся медитированием монетового поспекления, поспекления для человечности. В основном работаем на Донбассе, вот так же в Крыму и Беларуси, но на Донбассе, это основная наша работа. И мы общаемся с обычными людьми, которых мы берем показания, интервью, пострадавших находим и так далее. И я могу сказать, что те, кто живет там, вообще очень разные представления международных организациях, о контингентах, о том, что такое миротворчество. Ну, понятно, первое, что на самом деле, мы-то, может, мы знаем, что миротворческий контингент не знает ни на счет того, но там никто так не считает. Там считают, что это Беркут придет, порядок наведет. Ну, так сказать, люди ждут, что Беркутская миссия будет наводить порядок. Я не совсем представляю, как это вообще возможно. И меня очень сильно интересует вопрос, есть ли вообще механизмы информирования людей. Потому что я, в принципе, предполагаю, что участники миссии столкнутся с тем, что местные будут там приходить и говорить, так когда вы тут уже наведете порядок, или скажите им там, чтобы они уже наконец-то... Ну, то есть, непонятно, они не будут разбираться, перед кем отчитывается миссия, и действительно передают ли она какую-то информацию. Потому что УБСЕ очень сильно, например, скомпрометировали сюда на Донбассе, неплохо относятся обе стороны. И обе стороны считают, что УБСЕ слепы и что-то они так делают. Возможно, просто тут уже не понимают, чем занимается УБСЕ. Здесь то же самое. И еще один вопрос, который волнует, но это, наверное, из опыта. Не становятся ли миротворческие силы мишенью в том числе... Ну, я просто не понимаю этого. Ну, то есть, если есть какой-то военный континент, который вводится в рамках миротворческой миссии, не становится ли она мишенью кого-то? Я могу предположить, что преступные группировки и силы ДНР и ЛНР, возможно, станут обстреливать и миротворческий контингент. Таким образом, очередной раз будут подвержены опасности людей, с которыми расположены. Понятно. Спасибо. Ну, в принципе, картина у ЛНР неясна. Еще кто-то ожидает? Да, пожалуйста. Меня зовут Игорь Шевелев, я журналист и обозреватель. Но мне хотелось бы, чтобы вы акцентировали внимание, почему миротворческая миссия ООН эффективнее, чем полицейская миссия в России. И, ну, в этом плане интересен, например, опыт Либерии, может быть, миротворческая миссия ООН, либо Судана. И, с другой стороны, в чем вид работала полицейская миссия ОБСЕ на Балкан? Я сразу уточню, что полицейской миссии ОБСЕ как таковой не было. И когда люди говорят о каких-то миссиях полицейских ОБСЕ, у меня возникает вопрос, а откуда у людей такая информация? Потому что на Балканах была полицейская миссия Европейского Союза. Это совсем другое. ОБСЕ и Евросоюз, это, как говорят в Одессе, мы не знали. Ну, и хотелось бы тоже, ну, в отличие от нынешней ситуации, там, средненькие какие-то есть ОБСЕ, от того, что новое, от того, что будет. Понятно. Спасибо большое. В принципе, более-менее картина ясна. Самое главное, что беспокоит всех, это вопрос о безопасности. И, в принципе, да, цель любой миссии метод творческой это обеспечение в первую очередь безопасности. Любая миссия, ну, допустим, вот эти вопросы политические, принятие решения, там, Совет Безопасности и так далее, потому что это очень сложный процесс. Вот, должны приниматься Советом Безопасности по инфраструктурцам, а поскольку Россия есть членом, постоянным членом Совета Безопасности, то он, имеющим право вето, то очень большой вопрос, даст ли она возможность на введение какой-либо миротворческой миссии, которая не удовлетворяет ее требования. Второй вопрос, как этот механизм обойти? И ее право вето. Но это уже вопрос дебатов. Давайте о практике. Любая миротворческая миссия, она понадобится для того, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить там безопасность в горячей культуре. Любая миссия ООН, она состоит из трех составляющих частей. Это военный контингент, это полиция ООН и это гражданский компонент миссии. Любая миссия, она развивается, состоит из трех основных этапов своего развития. Peace Maintain, то есть создание безопасных условий. Peace Giving, поддержание этих условий. В каком-то определенном периоде времени. И Peace Biel, передача ответственности в вопросах безопасности принимающей стороне, то есть в стороне, где это происходит. Поэтому, учитывая вот эти два компонента, развитие и составляющие части, как правило, в зону конфликта первым вводится обширный военный контингент. В помощь ему вводится также гражданский компонент, хоть и небольшой в количестве, потом больше и так далее. Полицейский компонент вводится на более поздних этапах, когда уже миссия, когда ситуация стабилизируется, когда обеспечены мирные условия. Вот как раз то, что вы задавали. Вопрос об обеспечении безопасности миротворческого персонала. Персонал туда в широком количестве вводится, когда уже обеспечили веру именно военным контингентам. Военный контингент, как правило, имеет легкое вооружение. Кяжелого вооружения они не имеют. Они не имеют права применять оружие. Они просто вводятся как фактор стабилизирующий. Применять оружие они не имеют права лишь тогда, когда им непосредственно возражает опасность либо произойдет нападение на мицелет. В целях обороны они имеют право применять оружие. Все мы слышали о Сребрянице. Те, кто был на Балканах, возможно, даже знают какие-то детали. Но в чем показательность событий в Сребрянице? Это то, что события в Сребрянице показали несостоятельность или бездействие миротворческих сил у военного включения. Они не оправдали надежды людей. Почему я задал вопрос, что вы ожидаете, что люди ожидают? Вот там как раз у ввод силы ООН. Они не обеспечили ожидания людей. Было там международным протекторатом создана безопасная зона. Куда сближались беженцы, куда собрались беженцы в большом количестве мусульманий. Сербы закопились. Игнорируя полностью международные нормы любые, они захватили этот анклав. Они зашли туда, в мирную зону. И создав угрозы для персонала датского батальона, который там был распортирован, они заставили миротворческие силы выгнать всех людей, переглав их сербам. В течение короткого конкурса, в июле 95-го года. За несколько дней было уничтожено 8373 человека. Вырезано расстреля. Причем это происходило на глазах у военных. Кого интересует, посмотрите фильм «Альфа Брау». Британский фильм, который показывает солдат именно миротворческого контингента в Осне и Европе. Как это «Альфа Брау». Это британский фильм. Посмотрите фильм «Спаситель». По-моему, смелонки с одной выполняют. Вот. Очень четко показаны многие нюансы. Вот. События в Средневце рекомендую. У меня был коллега в Боснии, у которого семья, он работал переводчиком в Татском батальоне в это время. И его семью, брата, мать и отца выиграли. Один из последних. Он написал вот такую книгу. «Касан Руханович. Под флагом ООН». Здесь полностью хронология событий в Средневце. Как это было? Он принимал участие во многих встречах, переговорах, переводил и так далее. Поэтому он был в курсе. Сейчас остановим людьми. Он был инициатором. Он первый, кто был. Один из первых, кто подал иск против правительства Голландии. И одно из последних решений было, что Верховный суд признал вину датских властей в том, что произошло в событии при неодушении компенсации и так далее. После работы у нас в полицейском институте Евросоюза Хасан пошел в мемориал Средневенце, когда там образовали мемориал 2007-2002, он пошел туда работать. Потому что там его родственники, его отца нашли в 2007-2002, у нас и брата в 2010-2002. Брата в кармане лежало сверение, которое Хасан ему отдал, это не спасло. Почему я говорю? Чтобы вы разбили всякие надежды о том, что военный контингент в миссии ООН будет защищать. Они будут присутствовать, они будут наблюдать, документировать и так далее. Отщитываться, но они не будут принимать ни одну сторону, они просто вводят вот так, как стабилизирующий фактор. Когда ситуация стабилизируется, то тогда вводится полицейский контингент и расширяется гражданский компонент. Военный компонент начинает уменьшаться в своем количестве. Если ситуация стабильная, которая введена. Почему вводится полицейский компонент? Для того, чтобы обеспечить правоохранительные функции на территории, которые государство не может обеспечить таким функциям. Но опять же, тут возможны различные варианты. Либо этот полицейский контингент вводится с исполнительными функциями, как было у Сосова, когда не было вообще никаких правоохранительных структов. И полицейский контингент заменил местную полицию. Потом они начали подбирать людей, обучать, создавать местную полицию и потом передавать ей исполнительные функции. Но это единичные варианты. В большинстве своем полицейский контингент вводится для того, чтобы оказывать помощь созданию и становлению местных полицейских корпусов. Восстановлению тех, которые были там. причем с разных сторон куда могут входить люди. В нашем случае это могут быть и те правоохранительные структуры, которые существуют на территории ЛНР-ДНР, и люди с нашей стороны туда будут переведены. Как это будет, что будет, мы не можем предсказать, но разноразные варианты возможны. Я не думаю, что туда будет вводиться какой-то полицейский контингент или может быть введен полицейский контингент с исполнительными функциями. Полностью применение полицейской силы, вооруженный контингент полицейский такая, потому что у нас есть институты государства, которые функционируют. Поэтому, скорее всего, он может только давать какую-то помощь в развитии. Гражданский контингент полностью занимается построением политических органов, политических и исполнительных органов на территории Казахстана. Что еще? Вот я спросил, коллега. В принципе, основное то, что касается построения миссии, я ответил. Дальше будут приходить какие-то униженные действия. Давайте договоримся, каким образом дальше будет действовать. Вопрос сейчас про отношения к тому, что Владимир сказал. У меня есть предложение сочетать Алику и Юре собственно возможности прокомментировать именно то по вопросам, которые мы услышали сначала. И в дальнейшем вот как раз вопросы, которые еще возникнут, но уточнение попрошу сейчас записать и после этого вопроса безопасности. Сразу коснусь вопроса безопасности. Вопросы безопасности будет приоритет Министерства для миссии ООН я имею в виду с вооруженным и полицейским компонентом и местное население от этого только выиграет. Не выиграет от этого только наделенные амбиции политики с обеих сторон, потому что даже для нас патриотично настроенных людей миссии не будут услышать наши названия как нужно для нас сейчас взяли под контроль и налаживая мировую жизнь. Они будут делать все так, как они увидят это с точки зрения стандарта РУН и Европейского Союза. Они будут руководствоваться своими критериями, своими документами и мнение большинства народа Украины как нужно устроить Донбасс. Ну как, они улыбнутся, как мы вас услышали, спасибо большое. Если можно, продолжим свою работу. Это все, на что мы можем ожидать. Но местное население от этого выиграет. Будет являться линия разграничения, она, в принципе, не то, что не будет нераза, она просто исчезнет. Любая миссия, даже самый жесткий вариант, который называется придерживая к миру, когда конфликт еще не завершен и вводится вооруженный континент УОН, в том числе может быть с тяжелым вооружением, это уже как в Совете безопасности логиши, он вводится по согласованию с двумя воевающими странами. Поэтому если ЛНР ДНР согласится с тем, что они прекращают обувь и отходят от линии разграничения на 20 км, то же самое делает Украина, отводит свои ВСУ и любые вооруженные на 20 км, вот в этот коридор и заходит миссия УОН, которая ставит свои башки, разграничительные зоны и так далее. И по идее они, конечно, могут быть мишенами для обстрелов, провокаций. И я помню, что в 96-м году в Гостнии, когда один из вооруженных контингентов УОН упаковал все свои вещи, выражения, то есть завтра нужно этому вооруженному контингенту, это было мирное гостин уже после войны с мирокварческими контингентами кто-то разоружил мирокварцем, то есть выбрали самые подходящие моменты. Поэтому мирокварцы всегда будут мишенем для конфликта, но как ни странно, Миссион исповедует тот принцип, что же сам луквый цвет, и обозначение УОН говорит о том, что целиться в этого человека нельзя. Доходит однозначно к первому французскому контингенту, если не ошибаюсь, у них есть касски голубые, но они из пластика. И пластик необычно, он легко ломается, ну не то, чтобы легко, но это обычный пластик, у них пули не пробиваемый, только потому, что французское правительство считает, что голубой цвет и есть показатель того, что человек находится в безопасности, он мирокварец, поэтому железо тратить не стоит. К чему нужно еще изначально приготовиться, то, что естественно будет проведена информационная и все, кто хочет или не хочет, все будут знать о том, что делает миротворческая миссия, как она работает. Вот будут выпускаться похожие красочные буклеты, они будут бурлянцные, это будет тратиться много, много денег, но эти буклеты будут лежать у вас в каждом почтовом ящике, вы будете знать, сколько миротворцев здесь, как они работают и какой режим обращения с ними. Будет ли жертв среди миротворцев, статистика показывает, что сейчас из 15 и 16 эмиссий, которые существуют на земном шаре, ежегодно гибнет до 100 с небольших человек, то есть 110, 115 человек, по 80 человек приходится на военный контингент, остальное на цивильный и полицейский контингент. При этом если военные миротворцы, то есть военные миротворцы, 50 на 50 у них причина смерти болезнь и противо с этому какие-то злонамерные действия со стороны противоуборствующей стороны, то полицейских, в смысле европейцевого контингента это в основном болезнь. Ну и там собственно говоря и полицейских, и цивильного контингента ежегодно полипают в миссиях 8-12 человек, то есть по сравнению с 80 военного контингента это достаточно мало, но статистика такая есть, поэтому мы должны приготовиться к тому, что мы будем слушать и не как бы это. Ну это вот вкратце его на всех. Спасибо. Мы уже просто ощущаем полную разочарованность от мировоззроческих миссий, и желание сразу выступать против введения миссион в Украине. Хотелось бы добавить позитива, но сейчас этот негатив связан с неверными ожиданиями от миссий до кого-то. Ну возможно действительно дипломатам удастся совершенно устаревший механизм починить, подремонтировать и оттуда как-то не навязчиво убрать одного из представителей, что позволит тогда не учитывать его мнение при формировании в миссии. Пока это невозможно. Просто невозможно. Что мы имеем сейчас? Мы имеем совершенно разное понимание о том, что мы хотим. Миссия – это инструмент. Инструмент чего? Что мы хотим? Что мы хотим? Вроде бы очевидно вернуть свою территорию. Поэтому поставьте нам на границе какой-то забор глупого цвета с надписью ООН, через который не будет никто просачиваться. А мы сами быстренько за день все зачистим своим военным континентом и оружие слава Богу хватает, даже не подъезжая к Донецку к Луганску. Это такая реально мы всех где-то нет души на этой площади. Потому что мы попадем на всех людей, которые незаконных формирований как мирного населения не пострадают. Такой вариант вряд ли пройдет. Вариант предлагается другой стороны поставить этот же забор но немножко ближе к нашей территории. А там они сами в порядок на леду. Что собственно и очень подходит к нам. Поэтому можно только фантазировать о том, что это я просто субъективное точку зрения выскажу на этот счет. Такой вариант мог бы быть компромиссным. Забор должен быть по периметру всего вот этих территорий, которые мы называем оккупированными или временно оккупированными или подконтрольными и так далее. Нет, нет, это же я пока фантазирую. Извините, это мой уже не из фемилизского опыта, это скорее попытка оценить ситуацию, которая могла бы быть компромиссом. Слово компромисс, к сожалению, то, что в этой ситуации придется искать. Тогда очень сложно второй стороне объяснить, почему они проходят. вроде бы они не заходят, не очищаем свет, кто там к этим формированиям относится, но и они не заходят. Тогда какая-то третья сторона входит на эту территорию и потихоньку начинает наводить там порядок, подвиги договору, возможно, со своими функциями администрирования. Но давайте подумаем опять же дальше. Так мы с коллегом говорили, что есть миссия, когда он переносит функции выполнения полиции, вооруженных сил на этой территории. Либо в качестве советников. В качестве советников кого? То есть они будут разбудовывать испроможность народной милиции ЛНР, например, чтобы они действовали в соответствии со стандартами ООН, обучать их, к примеру. То есть ЛНР военных местных формирований незаконных, чтобы они были законные, народные формирования демократической республики. Обучать их тем стандартам. Чтобы потом, когда заборы берут, мы все только зайдем и сами порядок на республике. То есть все это прекрасно понимают, что такой вариант тоже не прием. Прием не Украина его, но это будет решаться опять же до заброса контингента. Мы говорим о том, что ООН с нуля создает полностью полицию, формирует военные прокурирования. Тогда согласятся они будут, как же говорить о судебности ЛНР, ДНР очень сложно, но мы предполагаем, что они согласятся, ладно, сложили все дружное оружие, перешли за забор на ту большую территорию, и тут из кого-то будет формироваться местная народная милиция и военное формирование, и вообще построение государственных всех таковых. Вопрос на сомнении миллиардов. И они все будут решаться задолго до заброски этого контингента, потому что реально жалко тех ребят, которых забросили туда до этого, не понимая ни Украины, ни России, что мы вообще там ожидали. И это, кстати, отдельный еще один вопрос. В контексте ожидания от миротворческой миссии. Скорее, как говорили, люди бывают сроками, но как бы сроки разные бывают. То есть миссия, которую за год, наверное, кроме полной зачистки населения, наверное, теоретически, которая могла произойти, это не год, не два, не три, не пять, и даже, возможно, не десять лет. Вопрос только в том, что нужно делать за это время. Поэтому в завершение своего позитивного спича скажу, что все усилия должны быть направлены и со стороны Украины пока на уровень дипломатии. Это просто залог хоть какой-то надежды на то, что ситуация будет решена. А потом уже можно приглашать миссию, и опять же, коллеги об этом говорили, пока обе стороны не согласятся с этим-то приемлемым вариантом миссии. там просто мы... Последний комментарий Владимира, после этого вопроса, вот я увидела сейчас три, поднимите четыре, отлично, четыре вопроса. Постараюсь коротко так добавить еще о возможностях ООН. Дело в том, что у ООН тоже бывают проблемы, и разные нюансы возникают, потому что те же самые силы ООН, они вводятся со всего мира, вот на сегодняшний день, по-моему, 87 стран принимают участие в частности в полицейских контингентах ООН, и люди приносят свои привычки, культуру и так далее, там, где то, что у нас является преступлением, у них нормальная вещь. А второй момент, который я хотел еще добавить, чтобы вы понимали, ООН не всегда справляется со своими задачами. Если ООН не справляется со своими задачами, у них есть возможность обращения и привлечения других возможностей. Они могут или уже когда они завершают свое, там, видя, что дальше для них интересного не передают регионами организации. Например, и той же Коснии мироторческие силы ООН, когда они не справились, когда пошло развитие эскалации в 1975-м эскалации вот этого конфликта, они обратились к силам НАТО. Было решение и ввели туда вместо ООН военного кунета они ввели стабильзирующие силы НАТО с тяжелым вооружением, и это сыграло решающую роль в подписании мирного договора в Боснии, Петербургского договора. И НАТО стояло практически в Боснии до 2004-го года. когда они закончили, скажем так, более-менее уже стабилизироваться ситуация, было принято решение о передаче дальнейшей функции по дальнейшему завершению построения мира в стране региональным структурам. И тогда миссия ООН закончила свое существование, они передали функции полицейской миссии Европейского Союза, которая была там 9 лет с 2003-го и 2011-го и полицейская миссия Европейского Союза как раз заканчивала построение правоохранительной структуры в Боснии концеррии. В то же время чуть позже, на ход позже, в 2004-м году военный контингент НАТО, который был там, они были выведены, передали функции своей операции Алтеа, силам Алтеа. Это европейские силы, военный контингент европейский, который до сих пор в ограниченном контингенте находится там после официальной. Поэтому могут привлекаться и другие структуры. У меня появилось уточнение по процедуре ввода творческого контингента. Вот такой момент. Вводится ли военный контингент в миссию ООН после того, как достигнуто соглашение о прекращении огня, или он сначала вводится, и это используется как рычаг к стяжению соглашения о прекращении огня. Просто я не представляю себе, что контингент стоит там где-нибудь в Светлодарске, где туда-сюда все летает. нереально. Значит, должна быть какая-то договоренность перед тем, как. И второе, короткий, к вашей истории про полицейский контингент, который обучает, и что, да, они будут, например, обучать полицию ОНР. Не будет ли это означать, что ООН, как вся организация, признает легальность и легитимное существование ненера ДНР? По континенту. Для введения мертвозческих сил в ООН необходимо обращение страны, в которой происходит конфликт, без обращения официальных органов страны, континент не будет введен. Поэтому это нужно обращение либо одной, либо противополист сторон и так далее. Но в нашей ситуации это обращение руководства от Украины. Второй момент это нужно политическое решение ООН по введению такого кодинента. после принятия решения есть определенная процедура и контингент будет введен независимо от того, какие события там происходят. Активные действия, пассивные действия. Тот же самый контингент есть миссия миссия ОБСЕ миссия, которая мониторит ситуация, документировать все события, почему вызывает негативный момент. Потому что вопросы безопасности выходят на первый план. и если сотрудникам миссии какая-то угрожает опасность, они будут отведены. Естественно, они не уводятся туда, где им угрожает опасность. Естественно, они не имеют доступа туда, куда силы ЛМР ДМР говорят вам туда нельзя и все. Никаких возможностей составить силой или обеспечить их. Возможно, если будет введен военный контингент, мы наблюдали в 8 это время, то есть в военном контингенте есть эмиссия военных мониторов академий и компаний. В том числе они могут предоставлять конвой для миссии для обеспечения безопасности и для цивилинного гражданского компонента экспритания. То есть есть там возникновения. Но опять же все зависит от того, какой мандат стороны согласуют для этой миссии конкретно. Это теоретически возможно, возможно, миссия ООН как сказочный десантник используется с небес и сразу уступят любой. А это называется принуждение к миру. Но учитывая сейчас количество на стороне ЛНР ЛНР не одна страна не могут такие условия не обошли. Поэтому здесь будет согласование умерли трех стран ЛНР 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 Украины что прекращается овенство добровольно покидает позиции без без этого не верным президент свою вооруженную команду не работе с и Россия без этих денег не под гарантией не пошли. и учитывая но обменные группы и силы, которые занимаются зачистками мимо органов власти, не власти, милиции, СБУ и... Понятно, о чём я говорю, о тех же миротворцах, о группе миротворец, Антон Герасченко, которые занимаются поиском, вычислением людей, причастных к сепаратизму. С той стороны есть такая же инициатива. И после снятия разделений, когда будет доступ на все территории, какой орган или какие силы способны обеспечить безопасность от подобного преследования... от преследований со стороны вот таких инициативных групп, которые не являются структурами МВД и СБУ, и с другой стороны не являются структурами на неподконтрольных территориях. Вопрос. Ну, честно, я вам... Мы, извините, немножко надумали, потому что здесь всё очень просто. Для миссии, естественно, первое – это обеспечение свободного передвижения, и второе – право на свободное время. Это то, что любая миссия будет делать в ближайшее год своё оборудование. Безопасность от севильного населения обеспечивает миссию на территории своей юрисдикции. Для этого есть, как раз, и вооружённый, и полицейский компонент. При этом полицейский компонент или выполняет функции местной милиции, если не существует или полиция, либо они мониторят контролированные действия местной милиции и полиции. Они следят за тем, чтобы данные правоохранительного органа, допустим, существующего военного дня, они в соответствии с законами и европейскими стандартами выполняли свои функции по обеспечению охраны жизни и здоровьем генерального населения. И, если они творят что-то не так, тогда они инициировать расследование со стороны руководства так называемых «Холомер ДНР», привлечения к суде уголовных ответствий таких сотрудников милиции, полиции и так далее. То есть, мы, по сути, делаем надзирателями на место работы местных правоохранительных группами. На нашем регионе, в общем, так же. У нас есть правоохранительные органы, и не забудется о нашем безопасности. Да, я все-таки хотела вернуться, еще начали отвечать на вопрос о процедуре ведения миротворческого контингента ООН. Вот у меня вопрос к коллегу Мартынингам, потому что он сказал, что военный контингент вводится в согласие воюющих сторон. Вопрос, будет ли он понятно, Российской Федерации ни при каких условиях не согласится быть стороной для переговоров, как давать согласие, да? Готово ли он воспринимать руководство молодых республик как сторону для переговоров, тем более какие критерии легитимности. Мы видим, что вот в Уганской молодой республике сейчас какие-то процессы проблемы с выяснением авторизированного руководства. Потому что это один из таких важных дискуссий, даже как правозащитники, да? Вступая в выборы с этими выставлениями, как активизировали мы. А с другой стороны, также еще интересно, насколько вы считаете, есть политическая воля ООН обведения миротворчества. Потому что будь когда в нашем государстве в 2014-2015, даже в начале 2016-го, очень много спекулировали по поводу миссий ОБСЕ миротворческих. Причем ОБСЕ, честно признавалось, мы ничего об этом не знаем, мы никогда на это не согласимся. Но по всем газетах, от имени даже президента, депутатов, что вот сейчас зайдет. Так как ООН как бы легитимизировала не очень легитимно подписанные Минские соглашения своей резолюции Совета безопасности, я верю, что у ООН может быть какое-то политическое согласие или намерение вести миротворчества. Очень интересно было бы услышать, как вы это видите в вашем мире. Спасибо. Ну, если обратиться к обыду той же Боснии, то я напомню, что это, согласно которому, и были очередшие границы Боснии, при этом ущерб по всем наивающим сторонам, это был где-то годичный период, когда американцы, ну, практически усаживали за стол трех президентов, Хорватии, Сербии и Боснии, и Бетманское соглашение, это ж в Америке. Вот там мы сидели, пока не договорились. Это был целый год переговоров. При всем при этом они, у каждой были свои претензии. Сербия хотела больше кусок, Хорватия больше кусок, Босния хотела выжить. В итоге, вот, как договорились, так и получилось. В итоге, Босния тоже получилась, вроде как, не совсем верующая сторона, потому что на юге есть хорватская часть, которая и не хотела подчиняться с самого начала, помощи в этой части полицейские, они, он возле в Сараево, говорили, мы не выполняем вашего приказа, ну, позвоните, пожалуйста, в ЗАА, и если там тот министр, он скажет, ну, будем выполнять, ну, какой-то состав ГОСНЯ. Это вы так считаете, мы принадлежим Хорватию. Ну, на самом деле, со республикой Сербс, на которой обладим постами. Ни один гостинский полицейский не переехал в Ускором, потому что пост не принимали на работу. И это был действительно очень большой катаклизм, даже после установления мира. Поэтому, будет ли это легитримизация правительства ЛНР, в условиях переговора, это, конечно, тоже вопрос в политике, и я не готова дать ответ, как это выполняется. С моей стороны, сама идея призывать миротворцев, это, по сути дела, как по мне, это сдача позиций нашим президентам дипломатических позиций, потому что это, по сути дела, расписывание, ну, расписаться своей слабости и невозможности как президента обеспечить все процессы. Но сам Ильдов Киварян сказал, знаете, что, ребята, все, я устал, я ухожу, давайте позовем миротворцев, они сейчас все решат. Они действительно заморозят конфликт на территории, если мы сегодня только выиграем. Но Украина, это государство, не выиграет, потому что мы получили вот такой энклав, который будет еще до в годы выходить в состав Украины. Поэтому, как Юрий Барни сказал, что это, прежде всего, решается на дипломатическом уровне, это вот вопрос именно договоренности. И Минские соглашения здесь, ну, скажем так, очень радо соотносятся с процессом установления переводов и годами работать. Ну, это с этим революционным процессом. Я хотел бы еще добавить, поскольку здесь уже несколько раз звучала вот такая фраза «Построение, он будет поддерживать построение полиции ЛНР». Понимаете? Я бы хотел обратить ваше внимание на международную практику и на такой документ, как «Кодекс полицейской этики» в Совете Европы. Там есть раздел «Действия полиции в условиях агрессии». Так вот, там четко написано, что полиция, даже в ситуации агрессии другого государства, обязана выполнять свои функции по обеспечению защиты граждан. и она не должна быть стороной конфликта. Поэтому, когда я, например, вижу, что наши собирают исходные батальоны полиции и посылают на боксов, извините, мы об этом говорили, и я писал об этом еще уже в четверг, но после этого преступления полиция должна быть вне конфликта. и поэтому та полиция, с международной точки зрения, та полиция, которая работает там, вот здесь ЕВМВД, они не должны быть стороной конфликта, и международным сообществам, они будут восприниматься как реликимы, нормальные, которые выполняют свои обязанности. Поэтому, будьте готовы к этому, что разговоры с международными коллегами вы будете говорить на разных языках, и не будете понимать, о чем они говорят. Почитайте этот документ. Мы здесь слушатели уже не понимали. Я очень коротко, не знаю, можно уточнить? Я просто уточню, что соответственно с ЕВМВД, не оккупантами не имею права наказывать полицейского, который остался на свете в том, за выполнение его контракционных обязанностей, не был вернувшихся в правительство законное, не имея права наказывать за то, что он работал во время оккупации. Но, естественно, это не поэтому миротворцы, если кто-то придет, они будут воспринимать тех милиционеров, как действительно легитимные правоохранительные нормы, которые обеспечивают безопасность и общественный порядок. Но это не распространяется на те случаи, когда сотрудник полиции в полиции совершил уголовные преступления. Это никто не отменяет глобальный офис. в военном вечере проводится соглашение кодекс полицейских советов Европы. 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 Они смотрят местные, выголовный кодекс, цивильный кодекс, и, естественно, они просто смотрят, как работают местные органы власти в соответствии с этими законами. И параллельно они же пересматривают этот свой закон и помуждают к этому те местные органы власти, которые работают на этой территории, для того, чтобы эти законы соответствовали мировым стандартам, как минимум европейским стандартам. Если президент скажет, что нет, я этого не хочу делать, то будет хорошо, вы не примете, примете, а вы не хотите. Один звонок, и начинаются политические вопросы урегулирования таких вещей, когда местные органы противодействуют и сабботируют решение миротворческой миссии, и, по сути, делают декламатический способ решения. Поэтому вопрос о том, как проходят товары, значит, точно так же проходят, как и обычно. Но, естественно, все товары сначала будут осматриваться на первом базе, на наличие наркотиков, оружия, и, более того, наркотворцы для того, и не только у местной милиции, для того, чтобы та была способна такие функции эффективно осуществлять. Или это для того, чтобы она за какое-то тайное количество денег не пропускала такие функции, чтобы эти полицейские больше не работали в этой полиции, и так далее. И, наконец, миротворцы, которые совершают правонарушение или преступление, значит, они могут быть осуждены по закону данной страны на территории пребывания, и могут также депрактироваться домой для того, чтобы там отбывать это наказание, если, например, урагу на преступление. А за правонарушение, количество которых достаточно широкий, то, как правило, миротворцы после того, как правило, это и есть самое тяжелое наказание для отдела, который работает где-то за 80, за 100 долларов. Я не думаю, может, до того еще, в любой миссии ООН есть отдел внутренних расследований, который занимается любыми вопросами нарушения, Кодексом этики. Поэтому, как только что-то случается, решится соответствующий рапорт идет, по команде человека отстраняют, проводят расследование, если серьезное правонарушение, его могут сразу же эрикатриировать. Но тут тоже вопрос, как правило, людей привлекают по законам, но тут сложная ситуация, потому что действуют законы страны пребывания, но в то же время человек должен отвечать по законам своей страны. Поэтому, если есть, это является нарушением и здесь, и там, его репатриируют, и там могут его проводить расследование. Это чисто, что любой контингент, он обладает дипломатической иммунитетом, потому что он действует по флангу. После репатриации местные власти имеют право либо закрыть глаза на его правонарушение, либо привлечь его полностью к ответственности. С применением того законодательства, которое действует в стране пребывания. Поэтому, нет, в выдаче ни в коем случае он будет отвечать, но ответственность он может внести по законам страны пребывания. Но с учетом того, насколько это является правоповышением его родной страны. Поэтому тут не так все просто. Но то, что если что-то происходит, то людей, как правило, 24 часа репатриация, а потом уже расследование и все остальное, и тут нет, и там нет. Если, пожалуйста, я прокомментирую, потому что на самом деле вопросы, которые задаются, зачастую, они уходят на самом деле за пределы миссии. Все вопросы касаются, что делать дальше с теми территориями, в принципе, дальше мы так обобщаем. И тут, на самом деле, надо думать, что мы вообще хотим получить конечную тему. Что мы хотим с помощью этого инструмента вообще сделать? Я, если выключить вообще патриотизм у себя, да, и паспорт, не заглядывая, что это не Украина, я просто пофантазируйте, а если позволите, немного помоделюрую бы, и, как ни казалось бы, могла бы быть решена эта ситуация к всеобщему, к всеобщей радости. Говорят один, да, все мы должны ждем и смотрим рейтинги нефти, и ждем, когда Россия распадется, как бы, чтобы сразу потом зайти и все там наладить. Как-то пока что-то не срабатывает, да, сын? И проблема в том, что ожидание, опять, ожидание конфликта на самом деле играет против Украины. Почему? Что еще не о территории, а еще о населении. Это все чудесные программы школ, которые там проводятся, патриотическое воспитание населения, информационная кампания, которая там проводится. Мы каждый день теряем эти граждане. Они все дальше, 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 дальше от нас. Каждый день конфликта эту дистанцию увеличивает. Украина не заинтересована, я говорю, в своем субъективном мнении, да, в том, чтобы этот конфликт затягивался. То есть мы реально хотим вернуть и людей, и территорию. Поэтому мы заинтересованы в том, что все-таки и тут своими силами, мы пока, опять же, с своей субъективной точки зрения, будут справиться с этим. Если ООН это посредник, да, и мы договариваемся, договариваемся по-любому, в случае части России не обойтись, в том, чтобы он будет творческий контингент и миссия ООН была, да, как коллеги об этом говорили, на самом деле не в военном контингенте вопроса, и даже не в полицейском, а в гражданском, который заявил. Что строить на этой территории? Вот вопрос, да, какой государство у нас там строит, не строит, каким порядком, что это вообще будет? Независимо государства, ну понятно, что у нас есть вопрос. Автономия эта будет, да, в составе Украины? Готова Украина, чтобы эта территория была автономной, но в составе Украины, да, или не готова? Вот же вопрос, мы сами не можем натерпеть на эти вопросы. Поэтому любая миссия будет, какой-то часть населения отторгаться, если мы заранее не понимаем, что мы хотим. Если же эта территория имеет некую автономию в составе Украины, тогда можно предположить, что ООН выполняет функции местной власти на какой-то период времени, на период формирования власти. Проводятся честные выборы, потому что они допускают туда, извне, какие-то силы, которые могут дестабилизировать. Но местные выборы будут из кого проводиться, да, мы же прекрасно понимаем. Из местного населения, да, будут формироваться полицейские силы. Из кого эти силы будут формироваться? Ну, вряд ли львовян туда будут с радостью набирать, я подозреваю. Причем я люблю львов, но я имею в виду ситуацию, так вот, недискриминационно, надеюсь, было рассказывано. Из местного населения. Разумеется, будут критерии, которые будут заранее согласовываться. Ясно, что люди совершающие тяжкие преступления, военные преступления должны быть критерий для непрохождения, но они будут формироваться известному населению. И потом потихоньку, потихоньку это будет выстраиваться, и потом эта территория будет интегрироваться в уходе. Пока мы сами не разберемся все дома, что мы хотим, но никакой инструмент не будет, на самом деле. Когда не знаешь, куда ты плывешь, мне поведет похода не будет. Вот это как раз та конкретная ситуация. И контингент, опять же, это лишь инструмент, миссия ООН, которая помогает государственным, которые понимают, что он хочет, достичь своей цели. И без этого вы не обойтись не сможете. Я бы хотел в дополнение, буквально одну минуту, пример привести. То, что Сергей сказал, действительно, из трех компонентов, военные и полицейские, это только инструменты. А главная дверь, это политический компонент, гражданский компонент, который действует уже исходя из той цели, которую они ставят. И для достижения такой цели они идут на многие, скажем так, восприятия на компромиссы. Это, собственно, на компромиссы идут. Один маленький пример. Когда в 1997 году в Республике Сербской были президентские выборы, безопасность которых обеспечивали Северный ООН, было два таких, ну, Караджич шел туда, Радуфан Караджич, на президента, и в противовес ему шла Галлиана Плавшич. Естественно, поддержка была полностью запада Галлиана Плавшич, все, она была президентом избрана, и предоставлялись полностью, ну, двери запада были открыты, она завод объезжала там весь мир, и с президентом Америки встречалась постоянно, и с европейским, и с нашли и так далее. Она была два срока президентом Республики Сербской. В 2005 году, когда она уже не могла переизбираться на третий срок, был избран другой президент. После избрания другого президента на следующий же день руководовный суд по делам Ярославии в Раае издал, выдал, опубликовал обвинительное заключение о ее военных преступлениях. До этого, два срока, восемь лет, она была ездила везде по миру. Как только закончился срок, закончился иммунитет, тут же Раа опубликовала это. Она, качалает публичный, сразу позвонила туда и сказала, я вылетаю. И все, ее ждали, никакого конвоя, ничего, она села в самолет в Сараево и улетела туда, в Рау. Все, она получила свои пять лет, она пошла на сделку со следствием, что она сказала, получила свои пять лет, отсидела. Вот и в 11-12 году она вернулась, нет, в 10-м даже. Она вернулась в Республику Севска. Знаем, это не из первых, скажем так, от наших коллег, которые, ну, и наши пошли в охрану в Югославию, сюда в Ганаде, охраняли Бензиану и главных, общались с ней и так далее. Вот, и знаем, ну, это непосредственно. Поэтому... Это позитивный кейс ответственности к президенту. А что он сказал, компонент о миссии или... Нет, это к тому, чтобы мы были готовы, что были вопросы, а как там ООО будет поддерживать те же самые политические силы ЛНС, дружно-дружно-дружно-диалог вести и так далее. Будьте готовы, что они будут вести с ними диалог. Вот, и я не пою, но... Но все записываем, все записываем. Все документируется. Все наши дела уже в ГАКе. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, вопрос. Да, часть вопроса уже была озвучена, касательно законодательства. Вот меня, как практика, интересует вопрос изменения нашего национального законодательства в связи с введением на метеоритетическую миссию. Ну, оно должно как-то готовиться, законодательство для введения. Ну, вот сейчас есть только один закон, ну, уже и нет, и, как я сказал, и центр, который был президент Украины, который просто предусматривает, увы, по этой мере, врачей миссии, в виде каких-то международных норм. Но все равно присутствие этих, ну, как бы, этой организации, оно все равно поведет какие-то изменения и необходимость изменения для нашего национального законодательства. Ну, вот я не совсем понимаю, как это должно быть, но, например, да, на территории, там, ЛНР говорят, вот ваш кодекс не соответствует, давайте его подтянем, вот пример мы говорили, да, и осудят кого-то там на той территории из-за овчины не злочины, тяжко, да? Но мы же не признаем все равно, ну, то есть не решение суда, которое будет принято на той территории. Вот как будет с облигацией? А должно оно или изменяться, наше законодательство? Должно ли оно учитывать? И, ну, вот, может быть, и здорово будет достаточно рекомендивнее? За счет кого вообще будет содержаться от ремеса, если она будет находиться 10 лет? Чистоит большинство. Может, ты бы и спокойно, но все обладают, я сошу от нас. Ну, я не шучу. Дело в том, что вот Мирокорческая миссия финансируется из бюджета РУ, куда каждая страна вкладывает свои взносы, но обычно Мирокорческая миссия создает массу рабочих мест, которые легко посчитать для так называемого местного персонала миссии. Ну, допустим, если мы говорим о 40 тысячах в Мирокорцах, где такая цифра звучала, то, как минимум, для одной пятой из них уже будет периодичек, будет 8 тысяч переводчиков, которые объявят конкурс для того, чтобы они работали, переводили. Точно так же это персонал по уборке территорий, обслуживанию технического парка, коммуниционных сетей и так далее. То есть для населения той страны, в которой там вводится миссия, там действительно очень много дополнительных рабочих мест, причем с небольшой зарплатой. Поэтому работать на коммуниционе в общем-то время быстро, а после этого было довольно престижно. по закону. Дело в том, что местная администрация ООН, которая, так сказать, назначается, и, собственно, миссия ООН, она работает как своего рода шлюз, который выравнивает положение на подконтрольные территории с основной материковой частью страны. Если будет такая ситуация, что на территориях так называемых ЛНР и ДНР будут усовершенствованы местные украинские законы, то есть какие-то местные, и президент Украины будет наставить на том, чтобы процессы интеграции проходили быстрее, подталкиваемых миротворцев уже из Украины, то первый вопрос будет сказать, господин президент, а вы то свое законодательство подстроили, потому что сейчас законодательство ЛНР и ДНР намного лучше соответствует европейским сандартам, чем законодательство Украины. Поэтому пока вы свое законодательство не поднимите до такого же уровня, без похошлесного уровня защищенности право всех рейтарных там, ни в каком выводе эмиссии быть не может. Мы здесь будем на локу, пока вы не продумите свою политическую работу и не заставите правительство сделать так, чтобы те люди, которые живут на подконтрольных каналах у нас и территориях, не боялись снятия эмиссии и перехода в мирное состояние со всей страны. И это один компонент, и потом не забывайте, что миссия ООН, она ведь сама не заезжает. Вместе с ней пребывает масса международных организаций, консалтинг, техническая поддержка, миссии Совета Европы, которые тоже Советы рекомендуют здесь, на большей территории, всем нашим уровням власти, как лучше устроить Украину и сделать процесс интеграции более мягким и безболезненным местным населением. Поэтому этот процесс будет идти на обеих территориях одинаковыми. Процесс консультировали по поводу улучшения законодательства. Сейчас в настоящее время неких специальных законов для увода миротворческого контингента иметь не нужно, разве что отдельное распоряжение для того, чтобы нашу таможенную границу принесли конкуренцию с тяжелым оружием, допустим. Ну, это все меточки заодно. Так что пока мы не нуждаемся, но если будет миротворческая миссия, это будет просто неизбежная неизбежность для нашего президента. Такой вопрос. Мне интересует вопрос переходного правосудия, то есть процедуры проведения организации переходного правосудия в связи с тем, что там будут миротворческие силы. То есть, если сейчас Украина примет законодательство по унисти и забить миротворческие силы, фактически не будет линии разгонечения, могут ли каким-то образом правоохранительные органы Украины либо через посредников международных каких-то структур проводить расследование на той территории, привлекать к ответственности либо амнистировать людей. То есть, каким образом, или если эти миротворческие силы будут находиться там на протяжении, как Вы говорили, возможно, до 5-10 лет, то, естественно, нужно предположить, что часть людей, которые совершали преступления, фактически будут оставаться там, преступления будут нерасследованными, ну и со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Я думаю, что главное здесь все будет зависеть от того, чьей юрисдикцией будут являться данные дела. Потому что, например, в той же самой Боснии военные преступления, это юрисдикция суда в Браку была. По завершению и привлечению к ответственности остальных военных преступников в суде и в правоохранительных структурах в прокуратуре Боснии, как раз на государственном уровне. Но, чтобы Вы понимали, в той же Боснии существует 15 полиции, 15 прокуратур, 15 министерств внутренних дел, 15 парламентов и так далее. И Международный суд Граны передал остающиеся дела и материалы им для доведения до окончания. Привлечение к ответственности, оно, естественно, приоритетом было достижение мира. Поэтому привлечение у этих военных преступников было отсложено на длительный период времени. И только тогда, когда ситуация стабилизировалась и был установлен полный контроль, более-менее контроль над порядком, вот тогда начали задерживать, привлекать, расследовать и так далее. Расследование не останавливалось. И то, что Вы делаете в документировании этих преступлений, оно, я надеюсь, не пропадет и будет использовано. И это нужно и очень важное дело, что Вы делаете сейчас. Но когда дойдет время до них, это вопрос. Потому что в первую очередь будут поставлены политические цели. Это совершенно не менее. Очень хорошо. Хотите? Игорь? Сначала, в первую очередь, скажите, что Вы пришли. Шеландал, адвокат. Скажите, пожалуйста, Вы прокомментировали, что полицейские, которые продолжают выполнять свои функции на такой территории, не в правовом поле. А что происходит с судьями? И, ну, я так понимаю, что это, вероятно, компонент уже цивильный, или все-таки это продолжение правоохранительной функции? Что происходит с теми людьми, которые остались и продолжают судить людей по тому законодательству, который уже есть по себе? В этом случае не показатель. Восни показывает, что все остаются на местах. Вся инфраструктура, она просто возобнаградается, продолжает работу. Эмиротворческая миссия, все, что она может делать, это она может либо самостоятельно проводить расследование в отношении тех, допустим, судей, правоохранителей, которые были причастны к военным преступлениям, если у них есть такой вандат, либо это делают местные правоохранители, но они не искали. И дозволено проводить такие расследования. Вы имеете в виду, будете наказывать те люди, которые сейчас выполняют, скажем так, в зависимости от того, что мы хотим, мы хотим землю либо население. Если землю, то можно смело напалом выжечь все оставшееся население и спокойно выгрузить свои два границ с Россией. Если нам нужна такая линдоедская политика, мы можем делать так. Если нам нужны люди, то мы должны говорить о том, что даже если не будет миротворческой миссии, мы должны говорить о вариантах амнистии, причем, конечно, должна быть амнистия не заочная, не поваленная, она должна быть всегда индивидуальной, человек должен стать перед судом, где суд вынесет свой приговор о том, что человек виновен в совершении каких-то преступлений на протяжении такого-то количества лет или периода, но потом скупит маятком, но в силу закона об амнистии или там амнистеративного закона о наказаниях за преступления военного времени условно либо внести. Человек должен пристать перед судом. Это, конечно, потребует большого резерва и судей, и судов как таковых. Если мы будем говорить о кавычках, скажем так, экстрации, то мы должны говорить о том, что такое специальное проверки и отстранение должностных полномочий должны, наверное, быть подвержены так называемые высший руководящий состав судебной администрации и правоохранительных органов. Мы это имеем право, потому что все-таки руководящий роль. Все весь остальной состав, среднее и низшее звено на уровне исполнителей мы должны оставить, не подвергая проверке специально, потому что если мы показываем свою добрую волю, скажем, то есть это будет реинкерация, то есть назовем примирением удобным словом, то нам увы не поступить, чтобы все это население просто не взяло чинованы и не уезжало в Российскую Федерацию. Потом, опять-таки, мы получим землю без населения. У нас и так именно удобно, устойчивые и им без населения. Можно продолжить в эту тему небольшой вопрос? А вот темен полиция, он как бы автономно в значении применяется? Относятся ли сюда какие-то службы правопорядка, МГБ и тому подобное? И в связи с этим, а как тогда к ним относиться в сети сегодняшнего преследования, если говорить о международных правилах, что полиция независимая? То есть как тогда оценивать то, что сейчас существуют некоторые уголовные дела? Я немножко шире отвечу на ваши вопросы. Коллеги комментируют на них это тоже. Знаете, в чем проблема? Сейчас мы слишком у нас сердце пылает, что называется. У нас оторвали все территории и забрали. Мы очень очень эмоционально вовлечены нас. Вот это то, чего точно не должно быть миротворческая миссия вообще. Им абсолютно все равно. Они работают с де-факто властями. Есть территории, две стороны, третья там усилия надо принимать участие, но по факту это две территории для них. Две территории, которые ведут конфлик, кстати, стабилизировать ситуацию. И они будут работать с де-факто властями, которые там находятся. Де-факто властями. Другого варианта не может быть для миссии вовлечений. Мы опять же говорим на межпожжетских миссиях. И это же стабилизировать и попробовать выстроить там полностью мирный процесс. Не взаимодействуя с властями ДНР, они это сделать не смогут. Для нас сам факт, ну как же, они же судьи, это же прокуроры, которые рассуждают с наших ребятам, которые там и так далее. Это для нас, друзья, не для них. Для них это прокуроры, это судьи, это полицейские, которые работают. И они с ними будут работать дальше. Что с ними делать? В расстрелах это не точно не будет в гарантии. Затем расстрелы никто не будет в землях творца. Сознают, что свободно от работы время. Но в равных миссиях ООН они точно этого делать не будут. Вот возможно сейчас, потому что Украина еще не готова к компромиссу. Если Украина не готова, она будет отталкивать на себя территорию. Вот же в чем люди отталкивают. Если мы поставим хорошо, мы готовы на миссию, дайте сразу этих всех судей автоматически садим, этих чуть позже, мы не вернем. Население точно не вернем. Поэтому надо для себя понять, на что мы готовы пойти. На самом деле больше думаем о территории ограничения. о территории больше думаем. Я никого уже не оправдываю с тех людей, которые там все общаются. Стараюсь просто ставить миротворцы, которые бы сюда приехали. Когда мы приезжаем в те страны, где мы были, там тоже были конфликты, тоже 2-3-4 стороны. Поверь, нам все это все равно. Кто из них прав, кто виноват, где корни конфликта, кто первый начал стрелять. Абсолютно. Наша стабилизирует ситуацию, наладит нормальную жизнь, нормальный процесс. Разумеется, для каждой страны эта миссия, куда она будет идти, что они до чего договорятся, всегда будет отличная. Но что важно понимать за спешек от совершения, что людей, которые там живут, никуда не деться, это точно. Но в хорошем понимании этого слова. И с ними придется что-то делать. И придется как-то договариваться и искать пути. Если мы этого не хотим, то лучше просто забором обнести территорию, не голубым забором а бетоном и забыть в принципе. Такой вариант возможен. Если мы говорим о том, что мы хотим вернуть территорию и людей, без компромисса никак. Какой он должен быть? Спасибо. Ваш вопрос после 2. У меня малая кармарочка. Повертаемся приедем территории. У меня Николай написал фонографию финанса Киева. Один из шоков, который в нем был вызван, паня, которая работала в волонтерии в Великобритете, имела непередливый стаж с 1936 до 53 ряда. Мы взяли в Великобритете в Великобритете и в Волонтерии в Волонтерии и в Волонтерии это шокировало. У нас все расстреливали, все садили, она не была посаджена, чем-то не было. Но она не переборировалась. Были в Великобритете в Виталий как бы Вы были приняты решения в Виталий baja или Волонтерии в Волонтерии экспертную позицию описать, как бы Вы решали реальные конфлити, которые есть в нашей территории. Спасибо. Как раз на прошлой неделе мы вместе с Санкт-Петербургом, мы в первом виде правозащитной организации начали разрабатывать документ, который мы называли «Основы засады правовой политики державы, для подолания сбройного комплекса». Длинное это рабочее название, потому что мы поняли, что наше государство, к сожалению, так эту политику и не забудет. Они не знают, что делать с Амбасом, как решать проблему. Поэтому мы начали с того, что, взяв за основу, в принципе, прикладного правосудия, попытались вырисовать ту политику правовой, которая должно исповедовать государство по отношению к населению. И Карима, и Гонбасса. И мы во главную главу поставили в первую очередь проблему возмещения нанесенного ущерба, признания всего населения жертвами конфликта. Ну, понятно, что этот статус не будет нести автоматически в камлевод, хотя можно и моральные, и материальные предположить, но никаких денег на это не хватит, но можно. Это восстановление людей в их правах, в том числе имущественных, и для этого нужно работать как раз для того, чтобы признавать те нормативные акты, которые сейчас заключаются в городе РДНР, а часть из них действующие на территории Украины, часть из них, которые подлежат специальной верификации, проверке, и таким образом попытаться вернуть правовой контроль на территории, потому что здесь проблемы, как говорят, специалисты на долгие годы работы. И в эту правовую концепцию мы, естественно, также заложили и вопросы решения и амнистии, и так называемая иллюстрация, мы ее назвали проверкой, с условиями отстранения должности, запреты занимать руководящие должности, выборные свои, на какой-то определенный период, на 5-10 лет. Естественно, эта гуманная политика не снимает вопрос ответственности за совершение военных и военных преступлений, хотя можно подумать и о альтернативных законах, которые смягчают уголовное наказание за совершение общеуголовных преступлений, совершенных в ходе военных операций. То же самое, грабеж, мураберство и так далее. Об этом можно думать, но для этого нужно хотя бы придать какой-то пример. Это действительно серьезный вопрос, то ли человек в горячей боя вырывается в разрушенный дом и атаки в Казаре и закрываемый глаз, в большую сумму, и понятно, что это тоже не надо, что это, да, у нас обеспечивание в странном санкции, но совершенно, так называемые, как это означает, в горячей бою, то есть не кладнокровные условия, мы умножим человеку, какому скину, 3-4 года наказания для ограниченства условий. Если мы хотим это сделать, мы в любом случае об этом нужно думать. И вот, пытаясь сейчас, вот, сразу после этой встречи я пойду как раз на сверху рабочей группы, пытаясь сверстать такой документ, мы хотим заставить всю правовую машину Украины хотя бы начать думать над тем, что мы хотим получить в результате того, что конфликт вдруг прекратился. И даже если он каким-то чудесным образом прекратится, что мы будем делать первым? Ну, что мы будем предлагать, чтобы они не убежали от нас? Что мы будем делать с самой территорией, с ресурсами? И это как раз и нужно, как ни странно, нужно для того, чтобы нам, международной организацией, казовая помощь, в том числе материальную помощь. Потому что, когда они видят четкий план действий государства, чтобы мы регулировали конфликта, и хотя бы правильный вектор, они начинают помогать консультантами, они сами за нас могут написать бюджет или деньги, но самое главное, что мы оближали правильный момент. У нас сейчас наше государство похоже на колодор, который даже не станет куда катиться, и в Европе настал. Един ветер, по-моему, сейчас не бывает. Поэтому готовых решений о регулировании конфликта не существует, и примеров всех стран, которые пережили конфликт, они очень индивидуальны, и нам придется делать свой украинский мир. Только сюда. А теперь последний вопрос. Поскольку нам уже нужно закругляться. Последний вопрос, пожалуйста, от Алены. Если есть какие-то комментарии и вопросы, то ловите рядом с бутербродом наши эксперты на пропускном завершении. Конфликт по избранской оборудованию породил большое количество внутренних перемещенных людей. Больше нормального нас не стало. И представляем себе, что будет смерть творческих контингентов ООН, и потом восстанавливается безопасность, и люди хотят возвращаться. Большая часть людей. Не обязательно все. Какая-то часть людей захочет все-таки вернуться домой. И у меня вопрос в связи с этим. Вопрос возвращения к домам, которые были ракциплированы, национализированы, заняты другими людьми. И способствование участия и миссий в, не знаю, выселении, ну вот в этих процессах. И второй вопрос обеспечения безопасности людей, которые возвращаются, но могут быть непреследованы по политическим мотивам, по местным законам молодых республик. То есть это люди, имеющие право правительскую позицию, участники гибермендана, которые приезжали, но хотели бы вернуться. Спасибо. Спасибо. Хорошо, прокомментируйте сколько? Пересадим, если вы знаете, что вы увидите. Ну, в принципе, миротворческие силы, они соблюдают права людей и права собственности. Тут однозначно. Тот самый пример, просто не показывает, что когда начался возврат переселенцев, то им разными механизмами обеспечивалось право законодательства своей собственности. с международной поддержкой, с привлечением местных правоохранительных судов и так далее. Более того, в тот период, можно сказать, что в процессе проверки людей, которые приходили на работу в государственные органы, одним из пунктов было, проживал ли данный человек в собственности или не ближайшем другим лицам. Если полицейский снимал или жил где-то в доме, который принадлежал перемещенному лицу, все для него дорога полиции была закрыта. Поэтому есть международные механизмы, в том же телескопе то, что Ариан Анатольевич сказал, что ни одна миссия угол не заходит сама по себе. Вместе с ним заходят много международных организаций, в том числе и высший комиссар, в том числе и высший комиссар, в том числе и высший комиссар, в том числе и ВНХСА, тоже там присутствует, активно работал. Это было слово. Не допустили бы принятие решения этой территории, чтобы в этом, собственно, в течение 5 минут легкий напрос. Совсем не стоит пофантазировать. При желании город-сад там сделать не можно, конечно, на самом деле, с тем, чтобы потом этот город-сад все-таки нам вернуть обратно. В осени так не будет. Ну, понимаете, это не его фантазия. Да, и потенциально. И потенциально, что можно было сделать. Я боюсь, что, опять же, субъективное моё мнение, иначе, пока мы будем через собой перебрасываться, там не то что город-сад, там, собственно говоря, будет намного хуже, чем в Приднестрове и в других территориях. Ну, то есть, если в город-сад, и пора дышать. Павел, я прокомментирую Ваше высказывание, больше с ней так не получилось. И я думаю, что там, я все-таки там проработал более десяти лет, то там не получилось в силу распространенности. А никто не будет вкладывать деньги, и там такой же человек воспринимается. Друзья, друзья, прошу, вот эти вопросы. Да, вот эти вопросы мы переносим уже на личное общение. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Надеемся, что будете также приходить на следующий наш вопрос. Спасибо. Спасибо.